Жители улицы Бутлерово в Чистополе решили оставить без света и воды. Их дом признали ветхим. И в начале лета семьи должны освободить квартиры. В администрацию предложили альтернативное жилье, но заселиться туда оказалось невозможным. Подробности в сюжете. Это наша канализационная яма. В ней были случаи, что и мальчик падал, но его вытащили, слава богу. Семья Легасовых живет в доме на улице Бутлерово уже 50 лет. Когда-то эти квадратные метры выделили работникам больницы. Тогда, чтобы решить жилищный вопрос, людей поселили в больничные помещения. Постепенно люди обжились, и хотя условия не ахти, переезжать никто не хочет. Но, судя по всему, придется. По решению суда, квартиры нужно освободить. Дом признали аварийным. Здание признано аварийным. Они не хотят на себя брать ответственность. Если вдруг что-то рухнет, вода на нас упадет. Они нам решили 1 июня отключить и воду, и электричество. А какие они нам на время предложили, это еще хуже нашего. В качестве альтернативы в администрации Чистопля предложили другие квартиры. Однако условия в них ничуть не лучше, говорят обитатели бывшей больницы. Даже хуже помещение полуподвальное, сырость, удобство на улице. Компанию будущим жильцам в случае переезда составят крысы и тараканы. Но вот по бумагам строение пригодно для жилья. Как говорят чиновники, в здании бывшей больницы жить уже опасно. А новые старые квартиры – временный вариант. Вот три семьи у нас остаются проблемные. В этом году аварийный жилфонд, когда будет заработать, мы переселять будем. У нас есть комнаты, большие комнаты со всеми удобствами. Возможно, вот их мы туда переселим. Такая проблема по всему поселку Водников Чистополе. В администрации уверяют, как раз сейчас ищут решение жилищного вопроса. Меры примут в ближайшее время. Екатерина Белалова, Наталья Белкина, Рустам Садриев. Вести. Татарстан. Чистополь.